Привет, ребята, мы вернулись, с вами опять Кезвик, и с вами снова Ангелс, и мы смотрим теперь игру за Даймарами и Толионами. Тоже ждем, ждем, надеемся, обе команды. Даймары вчера закончили день без поражений, Толионы проиграли вчера только команде Golden Force, но ты, Кезвик, это хорошо знаешь, и ты помогал им проиграть, поэтому я думаю... Ну, Толион Даймар довольно-таки громко звучит, как по мне должна быть игра, хотя бы это, ну как-то у Челика Golden Force не вышло, все-таки как-то показать нам достойное сопротивление, достойную игру веселую, но Толион Даймар, мне кажется, здесь будет повеселее, все-таки. Я не сомневаюсь в этом, но в любом случае, как бы там ни пошло, те, кто проиграет, сейчас падает сетка лузеров, уже мы знаем, что играют с Челиками, те, кто выиграют, попадают на Golden Force, и тут так будет уж очень сложно. Но Golden Force фавориты, как-никак, этого турнира, они проиграли только одну игру, и то проиграли ее Челиком, а Челики сейчас, в принципе, показали, что вы можете у нас выиграть, можете и проиграть. Ну, а теперь давай поройдемся по пикам банов. Толионы забирают себе венжи... ой, банят венжи фоллспирит, Даймары не хотят играть против аппарата. Да, но сейчас, мне кажется, бан Виспа должен быть от Толион, если его сами... ну, да. Все-таки Су-Бэт на Виспе, все правильно, они просто банят, как бы, сигнатурочку, и вот Винга на Винге, в принципе, Су-Бэт, это второй герой, скажем так, по популярности, на котором он играл помимо Виспа, на этом, по крайней мере, на нашей лиге. Так что, банят два этих суппорта. Даймары, первый банан Штапа Рейшн, это немножко интересно, возможно, у них какая-то будет срадка с хилами, возможно. Может, Морфа хотят ребята себе просто взять. Может быть, и Морфа. А мы как знаем, если вот сейчас будет Бан Дума, допустим, то, в принципе, Морф очень ожидаем. Так, ребята, если вы нас смотрите в Гродно, то приходите сюда. Я добавил. Еще одно. Так, приходите к нам. Приходите к нам в Галактику, смотрите прямо здесь, на большом экране, покупайте себе пиво, чипсы, еду, пиво, все, что хотите. У нас здесь будут еще розыгрыши, сегодня еще должны быть, остались у нас еще призы для зрителей, поэтому не теряйте время, зачем сидеть дома, если можно прийти и посмотреть все у нас. А пока еще Даймары забанили себе, забанили, вернее, Джаггернаута, но слава богу, хоть в этой игре я его уже не вижу. Джаггернаута не будет. Но еще есть тролли Якса, так что не переживай. Да, тролли Якса еще остались, но я надеюсь, что может уже какой-нибудь... Я забыл, когда видел антимагу, представляешь, я в самом... Пожалуйста, привет, Акс, пожалуйста, Акс, привет, тролль, привет, кто-нибудь еще, но... Просто я, на самом деле, ты помнишь, когда был вообще профессиональный дотик антимаг по сей день раз, к примеру? Я помню игру... Или да, он часто играл на антимаге, в Поповаре, я помню игру, которая там, это, побил все рекорды, когда он там сделал... Лодная против Лоднайн. Да-да-да-да-да. Вот он, тролли, кстати, с вич-доктором. Ну, антимага уже, скорее всего, тут как-то, ну, вряд ли уже мы увидим, не знаю. Антимага мы уже, скорее всего, не увидим, сейчас надо думать с ребят Даймаром, возможно... Сейчас какой-нибудь Дазл появится, как бы, еще... Как вариант Дазл, как вариант, может быть еще... Ну, хотя Даймары уже Дазл и против Акса забирать... Нет, ну, Толионы имеют в виду. А, Толионы могут. Павли себе могут под Акса, почему бы и нет. Конечно. Даймары могут забрать того же Магнуса, который по ДРП станет вич-доктор с Десвордом, может хорошо настрелять. Может, Толионы хотели себе вич-доктора забрать. Под Акс тоже с Агром Акса, вич-доктор тоже может показаться. Тоже неплохо, да, вполне себе. Как-то надо играть в эту доту. Ну, вообще, под Тролля тоже и Войт, и Сларк, героев уйма, которые могут зайти. Да, даже та же Мартра, которая просто будет на ферме. Ну, Дазл, ну, Дазл. Появляется Дазл довольно-таки было это ожидаемо. Да, предсказуемо. Ну, почему бы и нет, если Акс уже в твоей команде Дазл ничего не грозит? Я за ним буду друг рядом с другом. Ну, вот, ушла Марта, в принципе, Мортредка тоже из пиков. Почти. В последнее время, действительно, мы ее очень редко наблюдаем. Как-то так вышло, что вот этих вот пиков а-ля Мартретка, Магнус, Огармаг, Винга, что-то такого уже как-то мы не наблюдаем. Это все Даг, вот этот вот. Да. Там уже перестали это брать, и все уже перестали это брать из-за этого, что никто не берет. Даг нашел моду на эсэфов. Пошли эсэфы вот эти вот. С юлами, с меками. Привет Сумаилу. Ну, привет Сумаилу, Шторм Спириты тоже те. Ну, знаешь, мы-то как-то меняются. Если два года назад кто-нибудь собрал на эсэфа меку, все бы сразу, боже, что за днарь, как можно. В общем, Муши и год назад собирал меку на самом деле, и только он один в мире это делал. Даже на Инте, я был в нем, были игры, когда он собирал меку на эсэфе. На Воранжах он играл, или ты имеешь в виду в ДК? Нет, уже в ДК. А, на этом интернешнале? На прошлом. А, на прошлом? На прошлом еще. То есть на прошлом интернешнале он играл в этих, в Воранжах. Подожди, может и на этом. Или что-то я путаю. Я вам не применяю мужа на эсэфе, на этом интернешнале. Ну, на предыду, просто я помню хорошо в Воранжах, как он играл на эсэфе. Ну, не суть, в общем. Ну, мы поняли друг друга. Короче, Муши пикал, брал меку на эсэфе. Все, этим все сказано. Так, Клинкса. Помним вчерашнего Клинкса в исправлении Даймаров. Ромашка против Челиков. Показал, в принципе, как что-то за герой. И как неприятно против него играть. Даймаров вчера Ромашка играл у нас на Клинксе. Хорошо помню игру на Шторм Спирите. На ком еще он играл, ты не припоминаешь? Ромашка... Третью игру. Просто вот не идет в голову что-то. Ладно. Несусь. Несусь важно. Толеоны, фениксов. Не помнишь, брали они, не брали? Могу сказать одно. У них есть тролль. В принципе, не знаю, почему они боятся феникса тогда. Вроде как тролль как бы по дульту легко разбивает, да? Этого феникса яйцо, но решили как-то пересраховаться. Возможно, у них что-то будет интересное. О, Даймара боится на Мипа. Ну, правильно, Нарик, в принципе, как говорят, хорошо играет на Мипа. Вчера против Супринфорта он тоже показал, что он умеет играть на Мипа. Ну, там, в принципе, без него справились. Да, там и без него справились. Не видели его всей красе. Он один раз пришел в драку и все. И показал, на что он способен. Так, а мы ждем пока что третий пик для Даймара. Возможно, сейчас они доверут какого-нибудь суппорта к Вич-доктору. Что у нас еще остается? В принципе, много суппортов забанено. Ни аппарейшентов, ни венг, ни виспов, ничего нет. Что под Вич-доктора может быть? Под Вич-доктора? Ну, что-нибудь такое, не знаю. Вообще, хорошо было бы стяжка, чтобы он стянул и начинал отстреливать по персонажам. Но, возможно, заберут Магнуса. Может, Тайт. А Тайт еще не в бане. В любом случае. Если, не знаю, героя пару месяцев назад пикали чуть ли не ферст пиком в каждой игре. Теперь он немножко, он уже сменился аксами. Но Тайт еще есть. Тайт под Вич-доктора тоже зайдет хорошо. Насчет саппорта, вот я тоже думаю, кого они могут взять. Ну, может, какой-нибудь Огро бы стоило бы взять, я не знаю. Насчет Огро, я тоже думаю. Ну, хотя, Battle Trans уже есть. Ну, плюс Огро, может, конечно, Blood Last повесить. Ну, такое посмотрим. Ну, явно, что саппорта будет не... Хотя, может, какие-нибудь Леоны еще могут быть. Вот эти вот. Леоны. Хотя, или было бы даже что-нибудь хорошо с Силенсером. Может, даже Силенсер Саппорт был бы тоже неплох. Так, ребята, тут инфа поступила, что из подарков для зрителей у нас остались наушники, клавиатура и коврик. Так что, не теряйте время, приходите к нам, и у вас будет возможность получить приз, да, еще поучаствовать в приятном фнокурсе. Вчера, к примеру, участники танцевали, сегодня мы, может, придумаем что-нибудь другое. Ну, посмотрим. Личо. Вот Лича ты ожидал. Вот Лича, кто кого-то волен, от Лича я не ожидал. Это, ну, нельзя предугадать. Такой пик Лич, все-таки, это довольно-таки нестандартный герой. Редкий вообще. Редкий, действительно, очень редкий герой. Ну, посмотрим, что они хотят с ним делать. Посмотрим. Если еще Вайда возьмут, то да. Вообще, есть такая тема, что можно поставить какие-то две добы с этим Личом. То есть, Тролль, Вич, Доктор там будет двой стоять, да, и с Личом кого-то добрать там на хардвейн, например. Тоже Вайда, который будет стоять. Да, в принципе, кстати, Вайда с Вич, Доктором, с Троллем, очень даже неплохо заехал бы. Да, он может. Ну, я пока не знаю, конечно, что задумали. У нас даймеры, вернее. Тролль, Вич смотрится хорошо. Да, пик пока у даймера смотрится хорошо. Акс Дазл мне тоже нравится, но пока я не знаю, что они будут брать вот сейчас. Уже осталось 40 секунд резервного времени. Да, как в будущем там даймеры? Ну, посмотрим, что они завезут. Нам тут подсказывает Артем, что может быть тоже наш аналитик. Ну, ребята, сложно пока сказать, что. Просто, ну, под Акс заходит тоже уйма комбинаций. Скорее всего, через какой-то второй суппорт будет добран. Потом уже будут думать про корроли остальные. Ну, хотя посмотрим. А, кстати. Ага, они сразу вот так вот. Снайпер. Снайпер-мид, который будет стоять. Или, ну... Еще неизвестно. Но пока тролль, Вич доктор лечит, он надо... А, ну вот, только хотел сказать, что 100% даймара возьмут шторма, потому что вообще по всей игре он снайпер этого контрит. Просто прыгает на него с любой точки и ничего ты ему не сделаешь. Ну, конечно, можно тут греймом как-то будет подставить снайпера, да? Но, опять-таки, это все ситуативно. Снайпер может быть один, по какому-то слову. Ну, есть... будет Орчид, будет Орчид на Дазла. Я вспомнил, кстати, вчера, на ком играл Ромашка в одной из игр. Это был лайфстилер с Орчидом. А, точно-точно, с Орчидом, с Меккой, с Юлом. Да-да-да, с Орчидом, с Меккой, с Юлом. Конечно, когда он говорил о том, что Орчид, в принципе, он собрал... Ну, специально, да, а уже Мекку, Юл и так, по фану. В принципе, выиграли они так довольно легко ту игру. Снайпера заправить. Теперь можно забирать какого-нибудь саппорта. Кстати, у нас снайпера, под снайпера, вот, может, и Угр Мак подойти тоже. Посмотрим, что вот сейчас Талену выберут. Все-таки, вот сейчас они видят этого шторма, и как-то этого снайпера надо еще защищать. Защищать они хотят Энигмой. Вот так вот Энигму мы на этих лан-финалах видели, и, по-моему, нет. Энигмы не было. Была лан-онлайн-часть, но это было очень мало. Я помню, одну игру я комментировал с Энигмой, и то там была Энигма. Ну, на ланах у нас первая Энигма, получается. На ланах вообще у нас были упикнуты герои, которые в онлайн-частье еще ни разу не брались. К примеру, та же Ценка. В онлайн-частье, мне кажется, ее не было. Но я могу ошибаться, ребята, если что, поправьте. У нас есть чат, как-никак, вы можете нам написать. Так, было? Да. Была Ценка. Артем подсказывает. Ну, просто я пропустил много онлайн-части, целую неделю, поэтому, может, смог. Умудрился пропустить игрокер. Все время у нас Деймары, да, инвокера банят. Играли же, кажется, вчера Толеона через инвокера. Да, Толеон играет через инвокера. Играли очень хорошо. Через класса вексового, через Орчид. Это для Шторма не очень приятный герой, так что... В принципе, бан довольно-таки понятный. И Брюмастера. Брюмастера банят Толеоны. Да, был бы очень агрессивный такой пик у Деймаров, и очень легко было бы добираться до Снайпера. Тем же Брюмастером, тут еще как бы этот Шторм, то есть Снайперу бы вообще здесь было не жить. Не было бы у него пространства. Давай хорошо подумаем. Сбивать Блэкхолл можно чайника млеча. Ну, обычно, да, для этого и оставляют. Да, ну, каски, но и если Штормспирит залетит спину и Вортексом подтянет. Бристаллбек. Такое. И Бристаллбек, да. Все-таки Деймары идут вот в такую раннюю агрессию, видно по героям. И Бристаллбек, ну, походу, здесь реально будут две даблы. Лич будет, походу, стоять с Бристаллбеком и Тролльсвичдоктором. Походу, так. Да, мне тоже кажется, это более вероятно. Но тут пока вопрос. Ромашка вчера играл на Штормспирите, мы это помним. Но, может, он сейчас будет отыгрывать на Тролле, а Шторм пойдет в мид. Кто лучше отстает против Снайпера, по-двоему? Тролль или Шторм? Да. Ну, вот это спорно. Мне кажется, все-таки Тролль. Мне тоже кажется. Мне кажется, Тролль. Ну, вообще, вчера Ласт играл на Шторме. Помним. Ага, тут Саленсер. Вот это интересно. Причем Саленсер... Понимаем мы, что Корроль. Саленсер, это не обычный супер Саленсер. Это, походу, Саленсер в мид идет у нас. Да, скорее всего. И хотят они найти там Шторма, а Ласт будет на Тролле. Да, это будет мидовой Тролль. Ну, теперь грязь. И, походу, фармящий Шторм. Да, Ромашка на Шторме. Ага. Фолдер на Бристалл Бэк и... Ласт Хиро у нас на Тролле. Вот так вот. Киломансер на игре. Так, окей, вы напросились. Как его ник на самом деле? Это Impossible. Impossible, да? А то, как-то бывает, так подпишутся и потом думают, кто они такие. Кто они такие. Так. Ну, разбирают пока игроки своих героев. Да, сейчас они всех возьмут и мы представим две команды. Ну, пики нравятся, если честно. Что у Толлеонов, что у Даймара. Пики класс. Но единственное, я бы не брал Бристалл Бэк. Ну, вот. Не нравится мне Бристалл Бэк. Немножко здесь. Здесь мог зайти другой герой чуть-чуть получше, но не он. Ладно, пока он... А, пока у нас поставилась пауза. У нас еще не пикнули двух героев. Давай, наверное, сейчас пройдемся по составам. Оглашаю команду Даймар. Ромашка будет играть на Штарме. Фодор на Бристалл Бэке. Ласт на Тролле. Юка с об этом пока не определились. Ну, у нас остались там у Даймара получили... Лич и Лич Доктор. Лич и Лич Доктор. Ну, мы, ладно, пройдемся потом. Нарик пока не определился, на ком он будет играть. Хотя там у нас остался, в принципе, снайпер. Нарик играет у нас на снайпике. Ежик играет у нас на Даззле. Окей, вы напросились. Он же Impossible, как я только что узнал. Играет у нас на Саленсере. Киломансер играет у нас на Энигме. Лесной Энигме. И Браза играет у нас на Аксе. Кстати, вообще, вот такая ситуация. Как ты относишься к тому, что, допустим, есть лесной саппорт и хардлайнер, который, если что-то пойдет не так, должен будет уйти в лес? Вообще, это довольно-таки проблематично, когда ты имеешь... Когда у тебя есть такая ситуация, да? Но тут, собственно говоря, по-моему, этот уфлейнер будет с поддержкой Даззлу. Поэтому лесу ему не приходит. Не придется, скажем так, уходить, как я понимаю. Вот. Ну, может быть так. Походу, снайпер будет соло просто на Допе стоять. Хотя будет соло стоять и Bristol Back. Ну, такое. Такое. Вот сложно сказать. Может быть даже снайпер пойдет в мид тоже, чтобы выигрывать эту линию, потому что у тролля будет комфортнее стоять, но он может и проиграть против снайпера. Ее проиграть легко, как-никак Шрапнелли все. Эти будут очень сильно напрягать. Ну да, можно было бы снарить с солото, в принципе, поставить соло топ против Bristol Back, и он бы там от него камня на камне бы не оставил вообще. Тоже верно. Ну, мы это узнаем очень скоро, а пока... Пока он с паузой стоит еще. Просто ждать. Напоминаю всем, что эта белорусская лига ТОТ-2 для вас комментирует эту игру Кезлик и Ангелос. Ребята, мы сейчас находимся в Галактике, в городе Гродно, приходите к нам, если вы смотрите эту игру через интернет или через ДОТ-2 ТВ. Мы вас ждем, у нас призы. Будет много народа, а сегодня приедет телевидение, в конце концов, так что не теряйте время, не сидите дома, выходите в мир, выходите посмотреть красивые матчи. Все-таки у нас классная команда. У нас команда, которая боролись за эту победу всеми своими силами. Мы также благодарим участников просто турнира, которые не попали на лан-финал, те, кто приезжал вчера к нам, это команда Спортинг и команда Дети Спарты. Кто у нас там еще был? Спортинг, Дети Спарты, Касса Будет Моей и Супринфорты. Мы, конечно, ждали Life is Good, но у них не получилось приехать. Может, увидим их в следующей лиге, кто знает. Так, ну что, затягивается у нас немножко пауза. Не пишет ребята, что... Так, Ромашка подключился. Ну вот, все, наконец-то. Готовы команды, похоже. Да. Собэд пишет, Роди. Будут они, скорее всего, уже... Нарика нет. Нарика пока нету. Так, а Нарик, снайпера, он не хочет забирать тебя. Нарика нет. Вот, Нарик подключился и должна уже начинаться. Так. В теории, конечно, должны сейчас Даймары, они тоже это понимают, пойти в лес и натыкать вардов сюда и сюда. Мне кажется. Ну, вообще, почему я кажется, это было бы правильное решение, но... Ну, так, по закупам Вичдоктора с антреки. Ну, смотри, видим мы по лайнам, да, это действительно добавляет Бристалл Бэк Лич и на боте стандартная Ромашка будет играть на тролле вместе с обедом на Вичдокторе и в миде будет стоять Ласт. Кстати, тут смотри, какая ситуация интересная. Свап героями произошел и сейчас Ласт прайсбэндом. На шторме. А, Ласт прайсбэнд. Это довольно-таки забавно, потому что... Подожди, а чем у нас Ромашка? И тролль с ноль талисманом. Аромашка с ноль талисманом, боже. Ребята. Вот это жесть. Как, как однако вам повезло. Они закупились и свапнулись, получается, да? Да, 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 да. Сначала Ласт тролля взял, мы помним. Да, слушай, живи. И решили поменяться. Какая ж грязь. Это ж ненужные, в принципе, айтемы. Ну, троллю, конечно, запасы маны были бы очень хорошо. Откинул бы больше топориков. Не, ну шторму, в принципе, 5 интеллекта хоть сколько-то надо дает. Рейсбэнд, там, трешку. Да, ну, рейсбэнд был бы лучше шторму. Варен Бренча. Может, ребята сейчас решают просто при запуске лобби. Я не знаю, потому что пауза опять поставилась какая-то. А, нарик и траблы с микрофоном. Надеюсь, что они там как-то решат их. Нарик, дружище, давай. А нарик у нас идет, кстати, мид. А снайперы? А с Силенсер у нас импатибл идет. Да, визилайн, в принципе. Пускай, но снайпер будет сильнее, мне кажется, напрягать шторма. Хотя шторм с помощью своих спиритов, статик реминантов, вернее, сможет забирать. А вот снайпер с этой новой шрапнели, он очень неприятен. На миде эти три заряда это вообще забей. И если ты как-то подставишься, то он может вообще не отпустить тебя. Он просто может шрапнели кидать тебе на ход, на ход, и ты будешь просто по диким слову. Снайпер тебя может убить вообще. Да, ну у снайпера немножко больше ловкости теперь он сможет. Все-таки с масочкой, рейсбэндом, сможет он чуть-чуть ловче забирать кипов. Но это так, конечно, небольшой тролль. Ребята уже закупились, решили потом свалпнуться. Ладно, пока по этому прикольно, снайпер, по социальности, как смотрится. В руках у него ничего нет, он словно просто молится или обнимает кого-нибудь. Я не знаю, как это так. Ну вот, гоу-гоу-гоу, пишут у нас игроки. Посмотри на название оружия у Нарика. О, Нарик, Нарик, скажи, покажи мне. Ну, это специфическое название. Ну, специфическое название, да. Оглашать, которое мы, естественно, не будем. Цензур не позволяет, но вы все прекрасно видели, что там было написано. Да, да, да. И сейчас он будет, собственно, и заниматься этим. Да, Нарик прикольный парень, он, в принципе, вчера шутил. Вспомню, как они играли с Каза Будет Мои. Боже, ребята там просто, когда делали фраги, кричали друг на друга. Ну, еще в матче, в принципе, тоже было весело. В матче, как они кричали, боже, я же сам чуть ли не охрип. Не оглох, вернее, от их крика опять. Ну, все, наконец-то, вроде как готов на Орик. Да, вроде как разобрались со всем. Вот только у Даймара, в принципе, какая-то проблема. Ну, все, все. Все, ребята, давайте уже ждем эту дозу. Ждем эту игру уже. Уже надоело сидеть, ждать, отжимать эти паузы. Давайте уже покажите нам, как надо играть в Доту. Эти киломатер, что он закупил себе. Купил он себе две кларите, Сентрячок. Ну, Сентрячок, кстати, на всякий случай. Тоже, чтобы... Ну, деварзистом, если что, в принципе. Сучи, если у него забанят спауны. Ну, только вот я не могу понять. Энигма пойдет в свой лес или она будет в форме чужой все-таки. Включается она в свой лес. Да, да. Просто, в принципе, даже помню, альянсы шли дабло их сложно, а Аки на лесной анигме выформила просто-напросто чужие леса. Было такое, было такое. Да, бывает, есть много, боже, Дота, она непредсказуемая игра. Можно сделать так, можно сделать совсем по-другому. В любом случае, что-то будет-то получаться. Ну, на киломатера нам смотреть будет не совсем интересно. Давайте лучше посмотрим за ромашкой, который будет... А, ромашка, ну, все-таки... Все-таки, вот... Они что, свапнулись? Обратно не свапнулись? Все-все, Ласт теперь на тролле обратно играет. Тут Браза, кстати, так неплохо наполучала. Ну, слушай, Браза подкрасили неплохо. И у Ежика пока нет ничего. Странно как-то. Тут еще... Подожди, куда-то. У Ежика пока ничего нету. Ну, вернее, не вкачивал никаких скиллов. На всякий случай, решил оставить на Грейв, чтобы подсеять Бразу. Так, Бристлбэк с плечом. Было-то они чувствуют себя тоже здесь. Не так плохо. Ну, Вачбанту левел, это посоли, все равно они должны убивать. Да, линия будет идти в любом случае к Фолдену. Юка будет делать все возможное для этого. Ну, Браза пока 2-0. 2-1 имеет у нас Ромашка. Перефармливает немножко он своего оппонента. А Мид, вот самое такое интересное противостояние пока Снайпер. Что у Снайпер? Снайпер 5-2 и Утроля 4-3 пока что ровно идут. Нет. Жесткая доминация с обоих вот сейчас. Самое интересное, мне кажется, будет переходить у нас на боте. Все-таки здесь стоят две даблы. И, как бы, Браза с Ёжиком, это Акс и Дазу, это довольно-таки агрессивно это было. Так что, довольно-таки высока вероятность Ферст Блада. Да, Ёжик вот сейчас просто еще ничего не вкачивал. Он может на всякий случай подождать скачать паунс, чтобы замедлить кого-нибудь. Акс уже сможет сагрить тогда. И, либо он держит на всякий случай кнопку на Грейве, чтобы можно было подсейвить. Тут Киламантира сжал баунти на топе, получил новую. Тут с руки просто Юку прогоняет. А вот, кстати, Юка, если Малифанс мог бы дать еще. Ну, там первое Малифейс, знаешь, он этот новый, он вообще там не стопит никак. Пока ничего. Ну, что-12 голды у него, скорее всего, скоро он уже купит себя. То, что ему очень необходимо. Поставил он тут ворды, Сэндрик прочекал. Субодав Дани нашел. У Браза бежит за ним, но у Браза нету Агра пока что. Так что Субодав Дани, должен отсюда уходить. Дай еще Касочку, дружище. Слушай. Субодав Дани. Ну, вот Сапаук-то есть у Акса, так что опасно. Включил под хилл, идет под талар, и сейчас Ромашка... Ну, живет Субодав Дани, чтобы помочь. Касочки. Все-таки по ежику попали. Поджигает он Субодав Дани. Браза идет дальше. Ну, сейчас будет еще один ремнант Ромашки. И ежик здесь должен умирать, просто сейчас или будет размен. Ошибка от ежика явная. Как-то тут не по тимплейному сыграли Толион и... Да, ушел. Акс в итоге продал, да, за своего, на самом деле. Перебыковали, парни. Согласен. Немножко не перебыковали, правда, сейчас отпевается по ХП. Но, видимо, не было... Ребята не решили, что делать, потому что... Ежик качал себе панс, чтобы цеплять уже. Вичдок и Акс просто в тот момент ушел. Он долгое время ничего не вкачивал, держал себя. Пытался оставить себе Грейв на всякий случай, но... Тут уже приняли другое решение. А, Саленсер, тем временем. Все временем, да, на топе пропустили мы фраг. И пошли под Тауэр и, если чем, убили этого Саленсера. Ну, как я и говорил, да, они взяли левел. Бристот Бэк прокачал себе... Замедление. И довольно-таки легко убили Саленсера. Никакого ТП-сэйва здесь не было, потому что Ежик только прилетел на бот, собственно, с Таверной Анигова, она в лесу. Ну что, Фолден имеет крипстата 17 на 9. Саленсер 3.1. Гэри Саленсер 3.1. Надо давать Дазла сюда, чтобы он помогал. Потому что Саленсер скоро будет умирать по КД просто. Пытается, вот Юка вышел в мид, конечно, захочет он иметь сейчас снайпера, но Нарик видел под Вардом. Прошелся он на Саленсер, видел он руну Инвиза. А тут Киломантер, смотри-ка. Ну и что, ладно, даже если... Саурик нажал, тут вторая новая. Ах, поставь так, ну... Ну все. Ставься пауза. Что случилось? Таксическая. Тактикал пауза, копей пауза. Что же делать? Нет, все. Нет, Манны, конечно, у нас у этого... Все, он уже ушел в Саленсер 3.1 недалеко. Пролагал немножко у ребят, но если что, в скором времени все подфитит. Должен интернет работать хорошо. Вчера не было никаких проблем, вчера у нас команд было в два раза больше. Все играли, все остальные. Посмотри-ка в Курицу, что будет у Шторма. Очень интересный выбор. Мидас. Ну, вчера Ромашки играл с Мидасом. И причем после Мидаса он сразу покупал Блудстон себе. Он не покупал Орчетов. Но здесь Орчет нужен. Здесь Орчет один из противопактов, который... Тем временем, слушай, тут Саленсер как-то перебоковал походу Фолдерн. Да, и Саленсер... Саленсер соло, стоя против Лича и Бристалл Бека смог сделать фраг. Ты убил, да. Молодец. Мы его поздравляем. А Тролль умирает тем временем в Миде у нас от Снайпера. Еще дальше идет у нас Браза. Пытается он забрать Ромашку. Сейчас подхилил его Ёжик. И зацепили Ромашку. Ромашка сюда просто не идет. На Бразу провисли на всякий случай Грейв. Сайграл на Ромашку. Ромашка здесь умирает. Собеда здесь тоже могут пытаться забрать... Но Ёжик, Ёжик, дружи. Собеда на развороте еще идет такой... Каски, где Каски... Пару секунд до Каски, Ёжик умирает. Хотя у него есть ТП, но... У Собеда есть Маледикт. Еще фраг могу доставить Строллю. Нет, бездоктор сейчас как-то забирается. Изи мани, все мое. Но потеряли шторма, забрали Даззл, размен боли. Размен в любом случае в пользу команды Толион. Снайпер умудрился забрать у нас в соло. В соло, да? У меня унигма никого, чтобы... Ласта, походу, в соло, походу. Да, на этом уже 6-й левел. Унигма почему-то еще четвертого тоже. Чуть-чуть остается. Хотя он выходил на линию. Ну, Нарик загрязывал руну богатства. В принципе, что по левелам? Нарик пока на первом месте. Унигма чуть-чуть остается. Чего-то она ждет. Получил бы уже, скорее, свой Блэкхолл. И перерезал бы хотя бы в одного. Тоже было бы неплохо. Под Блэкхоллом настреливает же Бристалбэк? Если в спинку, то да. Да, если в спинку, то конечно не будет. Так, ну вот, Нимма вернулась к своему фарму. Ромашка у нас с обедом подпушили линию. Браза сейчас будет очень доволен. Браза должен сагрить. Ой, Браза должен сагрить Ромашку. Но Ромашка имеет уже 6-й левел. Улетел. И Бразы могут быть сейчас кое-какие проблемы. Но Браза поцельник Грейпом. Ромашка сейчас должен умереть. Если не уйдет отсюда, ну, должна, тычечка, прошла тычечка. И Ромашка тоже у нас умирает. Тем временем здесь Лича убил снайпер. И Ласт, вуу, он просто убил обоих. Разменчик прошел. 2 в 3 в итоге. По всей карте у нас как-то франьют. Мы даже не успеваем слить, на самом деле. Да, не успеваем просто на просто слить. Я не понял. Все показывается. Хорошо. Что было? Здесь просто Лич фростбласт кинул. И Баттл Транс был заведен на топорике. И Тролль сделал минус 2. Ну да, на другом конце карты. Неплохо. Ежик сейчас не понимает, что у него будут проблемы. Сбил он сам себе ТП. Или подожди. Что вообще было здесь? Он по нему дал фростбласт Лич. Потом он юзал ТП. И ТП прошло. Походу он сам себе. Он отменил. Походу я не успел посмотреть на этот момент. Ну в любом случае у него были бы проблемы. Потому что уже Ромашка почти прилетела. Он бы смог спокойно подлететь. Хотя у него не было вортакса. Там кастки были. Там кастки еще были, да. Миндас появляется на 7.40 у Ромашки. Не самый быстрый, но у него и лайн, естественно. И Кривстад, если мы посмотрим. Это вроде как сейфлайн, да? Но Кривстад только 30 на 5. Восьмая минута. Ну Саленсер был бы рад даже этому, наверное. Потому что у него сейчас 17 на 5. Ну Саленсер, да. И они идут пушить линию. Ну, пушить тавер на топе. У них уже много идолонов. А нет, решили давать их лучше Саленсер под фармит. И пусть он говорит, мне нужно больше золота. Ну, Киломансер тоже фармит. И сейчас вот Нарика видит у нас Ромашка. Не знаю, какая встреча для ребят. Но Ромашка отсюда уйдет. Нарика тоже не сильно пострадает. Ну, Ромашка без маны, смотри-ка. Ромашка без маны. Нужно еще, чтобы Нарика какая-то. А тут Лич пришел, но тут ежик подхиливает Нарика. Ну, засуиделся у нас Ромашка, молодец. Ну, правда, Акс сейчас доволен тем, что у него будут стаки, которые он заберет. Эти стаки, скорее всего, делали, в принципе, для Ромашки, чтобы он получал свой фарм. Или даже для Bristol Dock, я пока не могу точно. Не знаю, точно. Ребят, наверное, посмотрим на графике, что он 9 минут игры. Особого преимущества нет, но 1500 такое. Ну, скажем так, у Челиков уже на такой минуте преимущество было немножко... Тем временем здесь атака идет на топ, но ты, Павел, сделал вроде как. Да, но не успел переключиться на ближний бой тролли, поэтому он, в принципе, социально срушал. Так бы хотя бы была небольшая вероятность, что мог пропнуть башек. Ну, Снайпер фармит. Слушай, тут внизу видят Ёжика. Сейчас еще и Браза увидели. Летит Ромашка. У него нету Вортекса, 4-й ремнант, интересно. Ну, Касками тоже не достает у нас. Смоук чужается, это Мисклик, походу. Возможно, возможно. Тут, слушай, Браза получил Маледикт. Браза получил Маледикт, Ромашка... Каски не давить, доктор сейчас, наверное, умрет. Ну, Вичдоктор умирает, в общем случае. И Грейв на Бразу, все у него вроде нормально. Хотя спину обошли, у нас еще Ласт Хиро вместе с Троллем. Тролль переключился на ближний бой. Будет ли башер в Найдикт, и Гарик умирает. Хорошо. Хороший фраг в исправнении команды. Тут на развороте, смотри. Оу. Импособл. А тут подошел бедный Акс. Просто Тролль закручивал его. Да, ребята, молодцы. Вот это от его сворда Тролль. Да, умирает от его сворда Тролль. Ну, Тролль помог убить троих. В любом случае. Поэтому я не думаю, что он сильно уже жалеет. Ну, разумеем, 3 в 2 был. Давай, как всему забрали вначале только одного ВИЧ-доктора. Уже потом смогли что-то сделать с Троллем. Но Тролль пришел очень хорошо. И Ромашка у нас видел киломатера. Или не видел. Видел или не видел. Наверное, видел, судя по тому, что, да, он сейчас отходит. Вообще, у Ромашки... А, все опс. Да, 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 тут же есть опс. У Ромашки такой фармобилл через ремнанты. И было бы неплохо, если бы ему по стакали бы. Где-нибудь. Были стаки здесь, но он пришел удачно Акс и забрал их. Ну, вот сейчас видят Ромашки мигают на него. А СОПЭТ в Мидиа получает немножко экспы. Но уже совсем чуть-чуть у него осталось до шестого левела. Так, давай пойдемте пока по левелам. Девятый левел имеет у нас Тролль. Шестой левел Анигма, шестой левел Дазл. Пока топ-левел у нас у Ласт Хиро. Как-никак. Так, Батл Транс включил у нас Тролль. Пытается убить у нас Саненсер. Саненсер здесь убирает. Башек прошел. И все. А вот Ёжик сейчас тоже может отъехать. Но кинул Брех, это его не спасет, правда. Если пойдет Фолтон дальше. Анигма, Анигма, нет. Есть Блэкхол. Но не тратит. И Течайник. Шторм прилетел, киломантер здесь должен отъезжать. Просто-напросто еще Блэкхолл не сможет кастовать. И правильно сделал, что он не кастовывал. Очередной минус 3. Да, очередной минус 3. Как-то они расслабились Таллионы. Или что, я не знаю, может не выспались после вчерашнего тяжелого дня. Нужно было отменять здесь ТПшку уже Ёжику. Он уже явно никак не успевал подцеливать своего саленсера. И надо было просто отменить, чтобы не умереть. Еще Анигма подошел зачем-то. Могли бы, в принципе, уже продать этого саленсера и не умереть твоим. Дай Тауэр, ну, такое. Сейчас еще падает Тауэр. Тейтин Тауэр на топпер. Под Батл Трансом. Так, что будет сейчас фармить Ромашка? Вчера он купил сразу не Трэвэла, а Блудстон. Но здесь Орчитл был бы куда лучше. Как-никак. Есть противный дазл, которого надо затыкать. Есть саленсеры. Есть саленсеры. 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 Сейчас под Вардом его увидят. Помингали на этого героя. Калманси разбегает. Увидит он Эдолона. Энигмы. Пытается забрать себя. Кистаки. Ну, за Эдолоны живы. Остались живы. Так, Нарик. Что у тебя... Как у тебя дела, дружище? Нарик четвертый по Нетворсу. И опять такая ситуация, что... Три топовых Нетворса у Даймров. Они пока по Нетворсу впереди. Четыре тысячи голды уже ведут они на 12-й минуте. Четыре тысячи экспы тоже они имеют в запасе. Ну, и похоже, сейчас в помиду они собрались. Да. Давить с этим Бристолбэком. Где Энигма? Энигма далеко. Где Акс? У Акса есть даггер. И если он хорошо прыгнет и дальше зайдет Энигма, тогда уже можно будет о чем-то поговорить. Вообще, пока Энигма в этой игре пока себя вообще не реализовывает. Никак, если честно, он очень поздно получил шестой левел. Энигма вообще по таймингам шестой левел может очень легко вынести на седьмой минуте. Даже на шестой, на пятой. Если еще будет так, как себе сама в рисунду, то да, вынести на пятой. Вот так, если Энигма просто бегает со своими Сурингом Дронг-Килами, никакой мяки она быстро не вынесла. Если посмотреть игры Пупея, того же Зая, то Пупея просто кастует в одного блокхол и идет дальше фармить лес. Энигма, словно, ждет момента, когда встанут все ребята в пятерон и она сможет вкастовать хороший блокхол. Но сделать фракт на том же колдоне было бы приятно. В принципе, для всех. Ну, пока нет. Тянут они время. Нарик фармит, это будет Яша. Дальше пытается вытескать всего. В Манта Стала или в Саше. Что здесь было бы лучше, Манта Стала или в Саше? Манта Стала, в принципе, будет. Тем временем, брат, тут у нас Саре прыгает на Личдок, который он бы с Килом, кастуется Глобал. Ромашка в то время Киломантера на топе убил вместе с Фолдерным. Вот для чего благо был. Засавить себя он хотел просто. Ну, в итоге Саше ушел, а вот Энигма нет. Да и Акса он, в принципе, засавил, потому что были бы красочки. Был бы Фрост Бласт и, в принципе, Сао Бэд мог бы ставить Десвард и уже настрелять на Аксу. Так что, ну, вот противно Сао Бэду, если он включен Десвард и Саше Фрагмент Глобал, тогда он слетит и, ну, мы это прекрасно понимаем, поэтому Сао Бэд должен ждать, в принципе, отдавать, скорее всего, даже свой Десвард после Глобала. Но это порой так сложно выжить в замесе, уже так хочется, видишь, что идет все нормально и хочется уже вкастовать тот... Тем временем тут Фолдерн, да, Давид так за Тауэр, прям агрессивно. Ну, он не боится, он как-то понимает, что, в принципе, он в более выгодном положении сейчас. Сао Бэд получил, да, да, да. Не особо хорошо получать это Фолдерн, но, в принципе, пофиг, что там с ним будет, еще Лич повесил на него армор. Акс у нас фармит линию, тролль пока у нас выфармливает Лисаск, это... У него уже есть доминатор? Да. Видите, по-моему, к нему... Абраза, дружище, а, нет, нет, нет. Ты Павел, делать Браза? Увидел ситуацию, что идет к нему сюда Фолдерн, и решил не рисковать. Нарик замедлил нас с Юкой, кинули еще на под него. Сейчас патрон будет... Ну, умря. Даже так умирает. Даже без патрона. И минус Тавр. Ну, Ставр. И плохо. Да, так, сколько золота заработали? Опыта 1268 получили у нас играть команды. Толеон и 551. По голове, он говорит, 551 золото. Ромашка, дружище, вот что ты. Он купил себе ПТ. 700 голды он имеет на руках, пока ничего не помилил. Ну, в свое время появился, вот он где-то был. Так, Киломайнсер у нас поставил у Вардецкого. Помигали, кстати, у нас здесь. Грики команды Даймар видели, они не имели. Ромашка, пригородный Киломайнсер, Матеминский Ломайнсер. Вортекс есть, и Матеминский Ломайнсер. Батл Транс еще включил Тролль, еще забирает Тавр на боте. Ну, так, не очень хорошо. Все пошло для Анигмы. Просто Ромашка прыгнул откуда-отсюда, кажется, где-то вот. Вот, да. Сюда вот он прыгнул. Сюда и сюда прилетел. Вортекс у него на единичку вкачан. Только недавно он появился. Так, снайпер, подожди снайпера. На топе тут, смотри, Фодор межит за Нариком. Тут же Ильич рядом. Нарико есть ТП, надо ему кастовать его. А, хотя есть Чайник, который собьет. Чайник в Нарико, чтобы спросить его замедлить. Чайник полетел в Нарико, зачем? Глобал полетел у нас от Сайленсера. И что, Сайленсер просто фармит. Ну, а будет ли дальше? Нарик, Блэк Холл сейчас! Могут дать Киломайнсер! Блэк Холл одного, правда, Лас Хиро. И у нас Каски пошли. И Десвард настреливает по ежику. Ёжик здесь пока поцелил себя. Но Киломайнсер убивает. Ёжик уходит на ТП. Ёжик уходит на ТП. Какие же его ХП Даймары? Жесть! Выжил там Юка, на него прыгал в Браза. Но Юка просто стики нажал, и Браза, чтобы его не убил. Изначально Блэк Холл был бы получше. Но хорошо разгруппировались игроки. И Блэк Холл пошел в одного тролля. Да, так, по графикам что у нас? 7500 уже по золту ведут у нас игроки команды Даймара. По опыту 7500 уже они имеют. Ну, вот. А у Саленсера пока ничего нет. Проставщик делает. Сейчас на него будет. А если Саленсер купил Мидас себе, как думаешь, было бы это нормально? По такой игре как-то не очень понятно. Но вот Нарик делать на остром себе. Не будет он там что-либо грейдить. Просто, как мне кажется, смотри, они в любом случае будут тянуть эту игру. Уже пытаться им надо тянуть. Ну, лейт. Лейт, по-твоему? Мне кажется, лейт за Даймара. За Даймар все равно лейт, так что тут как-то даже непонятно. Самый тоже не особо выгодно. Ласт Хиро Курсой зацепили еще. Кинул на него Last Word. Тут с ДД Бристалбэк лучше не подходить к нему. Лучше не подходить к нему. Ну, вот Таур сейчас здесь упадет. Мне кажется, тут не надо ДД хоть все. Есть Глиф, конечно, они его могут прожать. Тут Браза пытался загрязь юку, но нет, не вышло. Прожали Глиф, но это не сильно спасет ситуацию. Фолдена еще Курсу повесил на него, еще ИВ тоже висит позже. Как же пытаются помешать Фолдену? Ну, в принципе, пофиг, у него уже есть почти Саша. Ну, верно, я купил он уже Огр Клаб, купил он себе пояс. А Last Hero, кстати, а есть у него крипочка с Сайрилан одного, чтобы делать стаки? Нет, по-моему, крипа он себе не брал. Тоже вот немножко неправильно, если есть уже. Доминатор, пусть бы задоминировал одного крипа, дал саппортам и сказал, ребята, пожалуйста, делайте мне стаки. Снайпера видят. Ромашка сейчас может прыгать на снайпера, и снайпер здесь даже может отъехать от него. Конечно. Киринг Спри уже зарабатывает у нас игрок команды Даймар-Ромашка и паузу. Ага, это вот такая вот пауза, чтобы объяснить. Подизморались немножко. Ну, это иногда можно так разодорить. Приходи в мид. Ну, вот началось. Ребята, ну, в принципе, эти игроки знают друг друга довольно хорошо. Могут они здесь откидывать какие-нибудь шутки в ту или иную сторону. Но пока дела у Даймаров идут намного лучше, чем у Толеонов. И если пока верить этой карте, то Толеоны у нас встретятся с щеликами. Судя по всему, да, и вот я вот смотрю на эту Энигму, которая 0.5, седьмое левело, девятнадцатая минута. Как-то вот вообще, как будто это не Энигму. Как будто они не играли ни разу в Энигму, и вот решили вот почему-то взять вот так резко именно на ланах, вот в одной из самых таких интересных и решающих игр. Ну, просто, если уже, мне кажется, на лане брать Энигму, то надо уже знать, что ты против кого ты играешь. То есть, надо знать, что, ну, ты должен уметь играть этим персонажем. А пока я не вижу, что Киломантер показывает, что у него нет ничего. У него есть Сауринг, у него есть Странквилы, которые, кстати, тоже не знаю, зачем, ну, можно было бы и не покупать. Ну, Меккой у него пока даже не пахнет, конечно, тысячу голды на руках, но купил у Баттлер хотя бы себе какой-нибудь. А тут у Суппорта Лича Мекка, как бы, даже у Суппорта Лича Мекка, тут как бы фармящий Энигмы не имеет Мекки, то есть, такое. Ну, по Нетворцам, опять-таки, три топовых места у нас игроков команды Даймар. Тролль на первом месте, восемь девятьсот, дальше у нас идёт Штармспирит, семь шестьсот и Фолдом шесть четыреста. Ну, просто у него уже есть Саша, решил он себе не доделывать Гримсон Гвард, ну, может, потом уже, а, сделает его. Ну, вряд ли будет, тут всё-таки один Снайпер с руки бьёт, ну, Сайленсер ещё немножко, ну, так. Ну, Сайленсера пока не сильно. За гей хватит. Не сильно он. Ну, да, да. Ну, Сайленсер четыре ворованных интеллекта. Ну, хоть что-то. Хоть что-то его должно радовать. Баттл Транс прожимает у нас тролль, это так, чтобы забрать крипочку. Ага. Ну, да, молодец, тролль забирает. А, стаки, подожди, стаки делали ему. Ну, видимо, без этих. Без крипа, просто суппорты. Без крипа, просто суппорты подходили. Ну, может, не так. Ну, с Хиром классно. Ему очень хорошо, уже Саша Яша у него есть, в принципе. Теперь, теперь что? Ну, и какое чудо теперь будет спасать у нас Толлионов? Не знаю, потому что у Ромашки есть рецепт на Бутстоун, и скоро этот Бутстоун у него будет. Если у него поинт бустер и Сауринг, да, и осталось ему совсем немного на Бутстоуна. Да. Совсем немного. С Саша появляется у Тролля. Сейчас он еще плотнее становится. Да, и чем убивать-то? Снайпера. У снайпера что есть? У него есть Яша, у него есть Локхест, это выход в Молштурн. Вот так. Я уверен, что это не Мидас. Ну, хотя, если он купит. Нет. Нет, порядка. Не тот уровень у ребят, чтобы на 20-й минуте покупать Мидас. Нет, это можно сделать. Это можно, но ситуация сейчас не та. Когда ты проигрываешь Мидас, это... Это неплохо, я бы сказал, но вот именно в Тигре нет. Это не то, что нужно. Тут нужно артефакты снайперу как можно быстрее. Ладно, киломансер нас услышал, так и говорит, ребята, ладно. Куплю я уже все-таки себе Баттлер, куплю себе хадресочку и буду потихонечку покупать Мику. Так, лагает. Вот я не знаю, что такое. Тут Ром... Так, ребята, у нас будет в любом случае небольшая пауза. Я надеюсь, Ром еще все там пофиксит. Вчера не было никаких проблем. Ни у кого с интернетом только сегодня они появились. Ну, у нас есть уже Креп Волк. Дает он Ласт Хиро, какой-никакой. Смотри, тут за ним выехали сейчас. Просто пятером бегут, видят они, что здесь заправлено. А Ласт просто убежал. Да. Ну, пошли они без Смоков, без ничего. Просто так, на авось пронесет. И, кстати, у вас улетит Смоук. Это Рошан. Это Рошан для тролля. Да, Рошан... Просто очень легко с Волчоночком. Да, смотри, сейчас будет вязаться Смоук. Вот он Смоук. И Ласт идет Соу убивать Рошана. Ну, пристал Бэк еще стоит рядышком. Кстати, что интересно, он завязал на варде этот Смоук. И сейчас все пятером, мне кажется, могут принимать... Да, бежит туда уже Нарик с Ёжиком вместе. Будет ли помощь? Да, сзади все-таки стоят. Сзади у вас 100 парней. Но, ко всему, видят Нарика и у нас игроки команды Даймара. Боже, как хорошо они сидят за картой. Даймары видят, что Толеоны здесь, и поэтому сейчас не идет у нас тролли Нарик. Ромашка. Он решил зайти. Бустон есть, сейчас будет прыгать на Нарика, скорее всего. Или нет? А у нас Нигма. Тут и Нигма в Инвизию. И Нарик видит его. Будет ли давать блокбот? Браза не сагрил Ромашку. Чайник. Сейчас Чайник залетел. Браза здесь умирает. Боже, что тут произошло? Еще дальше. Фолден идет у нас за Ёжиком. Пока был вкастован Global Silence, но Ёжик отсюда должен не уходить. Если есть у него ТП, то есть ТП. Включал в Грейв. Ну, Каски. ТП-Аут сделал. Повезло, повезло. Сделал он ТП-Аут. Но Силенсеру здесь не повезло. Ромашка его зацепил. И это минус 3 для игроков команды Даймара. Еще и Аегис для Троля. Ну что? Я, наверное, уже могу поздравлять Даймара с победой. Ну смотри, хотелось бы отметить в этой драке 10 векса, что он тут как бы не сагрил. Ну смотри, даже если бы он прыгнул и сагрил, после этого пошел Global. То есть, Black Hole бы не было бы уже. И было бы все точно так же. В принципе, ничего бы не поменялось. Нет, почему? Глобал-то у команды Толиона. А, ну да, да. Если был Black Hole в Каске. Тогда поменялось бы. Тогда бы еще как могло поменяться. Но! Но не получилось. Вот Фолден идет за Киломайстером. Говорит, ну кастуй ты уже свой Black Hole. Хочу его увидеть наконец-то. А, Ксюш, куда ты? В Ромашку в одного? Ну и что? И сейчас Браза умирает просто-напросто. Ромашку не смог он забрать. У Ромашки уже 13 зарядов Булстона. Мана у него уже 22. О, 22 единицы маны у него регенится. Сейчас он еще заюзает Мидасико. И что? Будет торчить покупать? Или Хекс? Даже уже Хекс. Тут уже не суть важная. Что он себе выберет. Ну, Киломайстер пытается оцелить. Он бегает от Киломайстер, но вообще он бесполезный. Ну что? Ну вот Киломайстер играет просто на изичах. Ёжик сейчас она получает у нас от Ромашки. А Ромашка не уходит. А, задевался позже. Булстон. Как хорошо отыграл сейчас Ромашку. Просто Сумаил, красавчик. Все, молодец. Вязается Глип. Но Барак упадет все равно. Не сильно это спасет. А Фолден здесь поворачивается спиной. Говорит, ну ребята, бейте меня трое. Прыгает. Ромашка прилетает на траволах. Прилетает, но себя решил немножко подселить Саленсер. Саленсер пока живет. Но это ненадолго. Нарик здесь тоже умирает. Это должно уже быть Гега. Все временем тут Браза убил Лича и все. Ну ладно. Браза молодец. Убил Лича. Да. Поздравляю. Ну Бараки это, второй Барак это не спасет вообще никак. Энигма с Блэхолом. С Блэхолом Энигма. Киломантер сейчас будет показывать чудеса Джукинга. А что они вдвоем сделают? Ничего. Ничего они не сделают. Был бы еще снайпер, но немного был бы он подопашен с руки. Чуть-чуть совсем. Надо было делать раньше Энигме. Все, что могу сказать. Да. Тревелла уже у нас Шторма. Ну на них прилетел он собственно и ворвался в драку. Зачем мне Хекс? Куплюсь я Тревелла, ну и Хекс он потом себе тоже сможет. Ну пока уже упала линия, 25-ая минута. По Галде пока ведут 25 тысяч примерно. 23 где-то у нас игроки команды Даймаров по XP у нас 25 тысяч. Они тоже имеют преимущество. Ну что, тут я не знаю, какое чудо нужно Толеону, чтобы вытянуть эту карту. Какое чудо, по-твоему? В этой карте, мне кажется, чудес мы не увидим. Что-то мне подсказывает. Но, опять-таки, никто не отменяет вот эти вот Тайва под фонтан. Да, как-то. Блэк Холл в пятерых под фонтаном. Вот что поможет Толеон. Ну да. Вот что поможет. Я, правда, не думаю, что Даймары такие, давайте, го под фонтан, парни, как в папчике, знаешь. Как Golden Force там в онлайне были, там, кое-какие игры, где они там на 14-минуте по Т4. Ну на онлайне ты уже немножко по-другому играешь, ты уже стараешься выказываться на полне. Сальсер, кстати, приехал. Нет, Сальсер не приехал. Хотя тут... Вот Нари... Утроля Еггис еще есть. Подкрепа. Ромашка врывается, глобал получает блокхол. Блокхол одного Ромашка, ну и что? Ну вот, даже Снайпер не пребывает, просто-напросто с руки Ромашка сейчас должен уходить. Ну и вот, хорошо Снайпер. Патрон, Патрон! Ромашка сейчас... Ромашка уходит. А Троль до сих пор живет, у него все еще есть. Найпера убили просто, почему Патрон не полетел. Все, у Сальсер здесь, конечно, форсанулся. Но у Троля есть байбек. Ой, байбек, Аегис. Аегис. Шторм еще убил у нас... Кого? Прикончил троих у нас. Ласт Хиро, а Шторм... Эниггг убил, Шторм. Первый, более-менее, нормально адекватно блокхол мы увидели от Эниггмы, но это слишком поздно уже было. Да. Знаешь, если, допустим, на ранних стадиях ГГ, ВП у нас пишут, какие команды... Толион! Если на ранних стадиях блокхол в одного, это, в принципе, нормально, то на такой стадии уже у Эниггмы должен был быть даггер хотя бы. Ну, тут с Эниггма, вот опять-таки, они, походу, в реальном, не были готовы к тому, что сами взяли эту Эниггу, не знали, как с ней играть. Киллмайнсер бегал с этими Транкьюлми, Саурингом, Роумил по карте, вообще ничего не фармило. А, странно. ГГ отжимают у нас пока, это Леоны, решили не сдаваться, что ли. Мол, играем до конца. Ладно, ребята, поиграйте еще чуть-чуть. Ну, Фолден здесь пытается снести бот, у него уже это очень хорошо получается, тролль здесь. Браз здесь не попадает колом. Ну, Ромашка уже в 4-ик полетел. Кстати, Грейф, Ромашка сейчас приедет. Да, Ромашка уже приедет. Что-то он переоценил себя. Злой. Человек-топор. Посмотри, сколько подняли. 3 300 по золоту. Один шторм просто. Все, это камбэк. Это камбэк по-любому. Ну, Акс забрал себе эти деньги. Блэдмэр у него появился. Пытается, похоже, себе выфармить либо БКБ, либо Аганим. Ну, пока БКБ здесь нужно. Кстати, с Наваста он еще прыгает. Здесь Дезмар, Чайник, до свидания, Браза. Браза не очень хорошо прыгнул. Я уже далеко был. Сейчас Хелжик тоже умирает. Киломансера тоже могут зацепить. Наза забили пока Сайленсера. Сайленсер здесь у нас умирает. Скадзи у нас есть уже у Троля. Полетел ульт снайпера. Ничего не дал потолку. И что-то просто ломают статуи у нас игрокие команды. Даймар. Монумент Импосибл убили. Был уничтожен. Красивый, кстати. Шторм тут прыгает на Акса. Быть ли Грейв? Грейв есть. Грейв рановато, слишком был в кастом. Шторм прыгает у нас. Ласт Хира пытается сбрить киломансера. Киломансер здесь умирает. Браза здесь тоже умирает. Ромашка прыгает дальше. На Ёжика. Ёжику здесь тоже приплыл. Ёжик давай до свидания. Ну, ГГ надо уже писать. Ребята, давайте тянем. Не тяните, у нас впереди еще финалы. Финал нижней сетки, финал верхней сетки. Так что... Даймаров мы поздравляем с тем, что они все-таки встретятся с Golden Force. Golden Force. В принципе, игра будет интересная. Будет очень интересная игра. Что Даймары, что Golden Force не проиграли вчера ни одной игры. Я думаю, что Даймары очень хотят за онлайн отомстить Golden Force. Я тоже думаю. Даймары проиграли все-таки в онлайн части. Но теперь у них есть возможность сказать, ребята, мы поняли свои ошибки. Пока у нас перерыв. Да, сколько? Ну, мы не знаем сколько. Ну, постараемся все сделать намного как можно быстрее. Так что, ребята, увидимся очень скоро.